Какой-то художник нарисовал Аннет и людей, что наблюдали, нас в том числе. И проклятие нашло свое пристанище в картине, забрав наши души. Теперь вы знаете все. А питомец? Он пытался ее спасти, но не успел. Зато художник все успел. Он запечатлел его на картине. И проклятие коснулось питомцев почти так же, как и нас. Его облик изменился, и он вынужден скитаться в бессмертии в попытке загладить свою вину. Отец привез его ко мне в Балтимор. Питомец умер пару лет назад. Везунчик, значит, ты подарила ему освобождение? Ты чуть промолчала, обдумывая его слова, потом сказала. Святая четверка — это вы, Аннет, Вильям, Эйра и ты. Он тихо рассмеялся. Кто знает, может, вы нас смените? Пока человек в маске говорил, чудики крепко обвили каждого из вас лианой из фиолетовых цветов. От дурманивающего запаха вы начали медленно слабеть, сил бороться почти не осталось. Человек в маске специально заговорил нас, чтобы мы не обратили внимания на то, как действуют эти цветы. Он наглядел вас еще раз, взял маску в руки и подошел к Энди. На этот раз ты никуда не денешься, моя милая. Нет, нет. Ты заметила, как драконы незаметно срезают лиану? Вишня подмигнул тебе. Тш! Еще немного. Постой, сначала скажи. Может, мы подегустируем позже? Что изменится, если мы станем актерами твоего цирка? Чем больше чудиков, тем я могущественнее. Разве не ясно? Но тут драконы сорвали лианы и вскочили. А Аарон повалил на землю директора цирка. Маска, что тот держал в руках, полетела в сторону. Вишня быстро освободил тебя, оставив нож, побежал прикрывать Аарона. Чудики думали только о хозяине, и словно запрограммированные марионетки разом напали на драконов. Ты освободил остальных. Люк крепко обнял тебя и стала спокойна, как никогда. Ах, где же ты был эти годы, когда я металась по ночам от кошмаров? Адель схватила тебя за руку, взгляд у нее был более, чем безумный, чем у мордогрыза. Бежим, пока не поздно. Ты не понимаешь, он найдет нас, где бы мы ни были. Сегодня нужно это закончить. Жестокость прожидает жестокость. Когда закончится этот водоворот смертей, что-то должно поставить точку. Человек в маске отошел в сторону. Он следил за вами из темноты. Сидел, ковчудики отдают свои жизни за него. Я больше так не могу. А-а-а! Она побежала на директора цирка, сжимая в руках нож вишни. Ты не увидела, но, как всегда, почувствовал улыбку человека в маске. Одним движением он отобрал оружие, схватив Кэнди, прижал спиной к себе и закричал. Ну все, хватит! Я пытался с вами играть во множество игр. Вы всегда все срывали, но это не сорвете. Только попробуй тронуть ее. Оставь ее! О нет, не сейчас. Тонкая лезвие касалась живота Кэнди. Человек в маске чуть надавливал, и она вздрагивала то ли от боли, то ли от страха ее почувствовать. Что ты хочешь? Я обещаю, что уйду, наш цирк уснет. Снова на десять лет, а может и больше. Мы никого не тронем. Хватит смертей моих чудиков. А взамен? Он довольно рассмеялся. Ах, Дженнифер, как жаль, что ты не присоединилась ко мне. Мы чувствуем друг друга. А взамен я заберу одну жизнь. Всего одну. В моем ряду заметно поубавилось актеров. Мне обидно уходить без последнего слова. Все замерли, пораженные его предложением. Кэнди уже у меня в ловушке. Советую вам просто ничего не делать и позволить мне закончить начатое. Он снова нажал на живот Кэнди. Она вскрикнула. Несколько капель крови упало на землю. Кэнди, ты сделала шаг вперед. Дженнифер, не надо. Ты посмотрела на него с немым вопросом и тут же сама ответила на него. Он думает, что я хочу пожертвовать собой. Столько смертей. Ты перенула к нему, нежно поцеловала, погладила по щеке, глядя на его добрые, почти щенячьи глаза. Я люблю тебя, но другого выхода нет. Нет. Отбросив не отступающие тебя руки, ты подошла к человеку в маске. Хорошо, будь по-твоему. Дженнифер, какая честь. Обойдемся, пожалуй, без прелюдий. Нет. Никто ничего не успел сделать. Едва ты взглянула в глаза человеку в маске, как почувствовала острое лезвие, разрывающее твою плоть. Правильное до конца, да? Я восхищен. Но пожинай теперь плоды своей жертвы. Он провернул в твоей плоти нож, и кровь хлынула изо рта. Где-то позади ты услышала крики, кто-то повалил тебя на землю и вынул нож. Перед тем, как тьма забрала тебя, ты увидела родное лицо, нависшее на тобой. Шепотом. Это того стоило. Белая пелена ослепила тебя, затем ты заметила чьи-то очертания. Ну, привет. Где я? Это место называют по-разному. Мы зовем его миром грез. Мои друзья, они там с человеком в маске. Он... Не беспокойся, твои друзья в безопасности. Он сдержит свое обещание, он всегда сдерживает. Аннет протянула руку. Пойдем. Ты вдруг ощутила облегчение, все вдруг... Хорошо. Аннет взяла тебя за руку, и вы пошли на свет.